Курс, как вы уже слышали, состоит из двух частей автоматизации. И Николай сказал, что я тестировал. Здесь я хотел немножко поправить термин. Я бы назвал его не решенным тестированием, а теорией тестирования. Получается так, что те люди, которые к нам приходят, хорошо знают автоматизацию, а по теории они двух слов не могут связывать. Поэтому вот такая вам будет дополнительная мотивация выполнять ходить. В принципе, можете выполнять домашнее обладание, не приходя на лекции. Ну, могут быть какие-то... Я не могу гарантировать вам, что всё по Savin'у будет, или всё по ISTQB. Что-то будет из своего опыта рассказано. Если вы этого не услышите, то пытали обещать записывать все лекции. Если нам менеджмент позволит вкладывать их в свободный доступ, отлично. Если нет, возможно, как-то договоримся, что те, кто зарегистрировался, получат личный доступ. Так что, так как-то. Ну, в любом случае, вам придётся потратить на время, прогестать. Что там? А, да. ISTQB подразумевает три вида, три уровня сертификации. Foundation, Advanced и Expert. У меня сертификация тест-менеджер, да, Advanced. Чтобы получить эксперт, нужно 7 лет работать в отрасли, иметь несколько публикаций на международном уровне. И как-то очень всё круто, и иметь все уровни Advanced. Но это достаточно от лопа получить и готовиться. Скажу сразу, что кто хочет, в принципе, результат курса ему позволит допрочитать книжку и получить Foundation сертификат. Там, ну, практически 60%, я считаю, что мы покроем по терминологии и общим понятиям. Остальное, вы там прочитаете книжку, она не очень толстая. Он английский. Какая стоимость на сегодняшний мир? Сертификата? Я думаю, в районе 150 долларов либо не было. За Foundation, по-моему, 175 было на Advanced. Advanced в разы сложнее, чем в Foundation. Нас в группу ждал только один человек. С Foundation есть 25 всех. Есть такая инициатива от института Гарвард и Киемид, MiIT. Если кто-то слышал, Гарвард и Киемид. Прикольное место. Короче, они организовали бесплатные курсы. Если кому-то интересно, настоятельно рекомендую бы проходить. Но минусом является то, что они на английском. Возможно, для вас это будет плюс. Почему я упоминаю это здесь? Мне очень понравился их подход. Подход заключается в том, что дается сначала задание, без объяснения, как его выполнять. Вы начинаете выполнять, вы не понимаете, но у вас появляются вопросы. Когда вы приходите на следующее занятие, у вас есть конкретные вопросы. Во-первых, он так мозг устроен, что ему легче получать ту информацию, в которой он заинтересован. Если просто так вам рассказывать, вы можете быть невнимательными, и вам тяжелее будет понять, зачем это в принципе. В общем, такой подход. Как показала моя практика, где-то 10% людей не усваивают такой подход. Он их бесит, им не нравится. Заранее прошу прощения. Если вы будете из тех 10%. Варианта два. Либо забить на все, освободить место 40 человек, либо терпеть. Вначале будет тяжело, но потом у вас будет резкое просветление. Вы поймете, почему было так или иначе. Возможно, бывает, что люди, например, в середине курса проходят, они понимают начальные темы, понимают то, что и хорошо, и запоминают. Ну, такая особенность. Короче, проектов было много, раз так не будем ассектировать. Ну, ладно, мы с ним все почитаем. Кто из вас технических специальностей? Нет, просто. Все, вопросов больше не имеем. Давайте, пожалуйста. Так, так все тоже неинтересно. Так, начнем немножко по базовой технологии. Тут я должен был спросить у вас, что такое тестирование. Вы должны были ошибиться, а потом не поговорили. Давайте тогда на обучающий момент немножко упростить. Возможно, вы уже сталкивались с термином тестирования ПО. И, возможно, у вас сложились какие-то свои понимания этого термина. В инете, в частности, в ISO стандарте, ASTQB, термины вот как-то так звучат, в переводе. То есть они, в принципе, все согласны с тем, кто такое тестирование. То есть если, ну, бывает часто, вы приходите там на работу, на собеседование, и вас начинают угонять по терминам. что есть то, что есть это. Может получиться так, что вы отвечаете на вопрос, ну, предположим, вы так отвечаете на вопрос. Вам начинают рассказывать, ну, другие интерпретации, в чем, я считаю, плюс нашего курса, что он основан на повсемерно подтвержденной сертификации. То есть есть бумаги, стандарты, люди, которые им следуют. Вы всегда можете сказать, в общем-то, я готовлюсь по такому-то, тут написано, ISTPP, стандарту. А в таком стандарте, вот это называется, слово вот так. Имеет такое-то значение. Если у вас в компании называется как-то по-другому, ну, окей. Если вы меня возьмете, я буду использовать вашу терминам. Но было бы неправильно спорить, там, с сеньорами, кто вас собеседует, что вот это все не так, вы как бы, понятно говоря, не правы. Еще раз хочу обратить внимание на термин. Все термины ISTPP, если вы где-то в интернете или где-то еще встречаете другие интерпретации этих терминов, ну, окей. Если вы способны выучить один вид термина четко, я думаю, вы способны выучить любой. Так, что нас интересует в данном определении? Слово качество. Короче, процесс тестирования ПО это просто процесс исследования. Исследования для того, чтобы получить информацию. Информацию о чем о качестве? Если у вас... Итак, у вас есть мнение, что такое качество? Давайте слушаем, пожалуйста. Что такое качество? Соответственно, поставленным требованиям. Соответствие поставленным требованиям. Ожидание пользователей. Соответствие ожидания пользователей. Соответствие перевернуть стандартам. Соответствие стандартам. Хорошо, еще. Ну, близко, все близко. А, да, еще тут особенность курса, ну не курса, а тестирования в принципе, в том, что некоторые вещи вы уже умеете делать. В принципе, тестирование это не наука, это просто набор практик, которые точно работают. И мы в рамках курса поделимся своими этими практиками. Может быть такое, что вы сразу выполните домашнее задание правильное. Это, с одной стороны, хорошо и плохо. Хорошо в том, что вы уже круты. Плохо в том, что вы не получитесь на своих ошибках. Что мы хотим вам привить, это осознанность выполнения. То есть, чтобы вы каждый раз одно и то же задание выполняли одинаково, предсказуемо. Тогда вы сможете управлять результатом. Если вы угадали результат, вам повезло. В следующий раз, может, не повесить. Здесь нужно четко отдавать себе отчет. То есть, акцентировать внимание не только, чтобы вы выполнили молодцы, но рассматривать, будем рассматривать ошибки, часто встречающиеся. Как показывает практика, где-то 80% ошибок одинаковые. То есть, мы будем на практике, ну, скорее всего, на лекциях уделять 5-10 минут рассмотрению ваших заданий. Да, я думаю, на лекциях будем тут делать. Так, давайте практически. Пример сравним. На картинке изображено два автомобиля. Mercedes GLC, если не ошибаюсь, классов 2008 года. Оценочная стоимость где-то 80 000 долларов. И Запорожец 2 с 90-го года выпуска Оценочная стоимость 4 000 долларов на тот момент. Я думаю, этих знаний вам будет достаточно, чтобы сделать свои выводы. Давайте не просто, что качественнее, но даже выясним о чем. Что качественнее? Объект A, объект B? Давайте как-то управляем. С точки зрения того, что за троль с 50-го года он качественнее. То есть он качественнее, еще раз, почему? Потому что он до сих пор ездит. Потому что он до сих пор ездит. Хорошо. А можно спецификации? По чем их определять? Это уже более правильный вопрос. По чем определять? Ну они оба ездят. Значит они уже обе качественные. Ну допустим, я не знаю. Спасибо, хороший комментарий. Кто может развить этот комментарий? Да. Цена, да? То есть вы как потенциальный потребитель, да? Как вы платите там 80 тысяч, вы ожидаете что? От автомобиля, за который вы платите 80 тысяч. Вопросы все. Удобство надежно, а еще. Приятно с удовольствием. Столько с удовольствием не ожидал. Проблема в том, что «Запорожец» был создан в свои годы, на определенные цены были отдельные качества, отдельные стандарты. Мерседес был создан в другие годы, когда опять же другие стандарты и другие качества. Поэтому следует следить из того, когда это был осознан из этих стандартов. Хорошо, можно дать ответ, что качественное или нет? Пока не получим спецификацию, пока не получим спецификацию. Хорошо, я согласен полностью с этим комментарием. Давайте предположим, у нас нет спецификации, мы ее придумаем. Придумаем, основываясь на картинках и цифрах. Основываясь на своем выводе, мне кажется, выбором «Мерседес», если человеку нужна надежность и долгие годы работы. Потому что неизвестно, потому что спецификация того же «Запорожец» написана, что он там ездит в определенное количество лет. Хорошо, на какой вопрос отвечаете? Вы спрашивали, что качественнее? Я ответила на русский. Это разные весовые категории. Мы должны сравнивать свой продукт с аналогичными. Хорошо. Ну, на самом деле есть понятие качества, есть понятие критерий качества, есть понятие градации качества. Вот немножко такая абстракция качества. Что скроется за этой абстракцией? Это степень соответствия тому, что ожидалось. Ожидаться может, как уже сказано по спецификации. Спецификации пишет бизнес-аналитик. Вы, как программист-тестировщик, получаете, исследуете и сравниваете продукт с соответствием спецификации или нет. Может быть такое, что ваш продукт идеально соответствует спецификации, но его никто не покупает. Потому что он унылый, сами понимаете, продукт. Делает ли этот продукт что-то некачественное? Нет, не делает. Он в соответствии с спецификацией все равно качественный. Но его не покупают. Отсюда можно сделать выбор, что не хватает еще тех, наверное. Пока просто запомните, что качество – это совокупность свойств и соответствие этих свойств ожидания. Ожидание может быть как у конечного пользователя, так и у заказчика. Иногда, но в идеале они совпадают. И задача тестировщиков, наверное, одна из основных – убедиться в том, что они совпадают. Вот этим там термином, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста. Отлично. О-о-о-о. Давайте я совсем пьяно проберусь. Я думаю, там не совсем видно, да, слайд? Короче, в слайдах все есть. Данный слайд показывает некоторые из атрибутов качества. То есть, когда вы говорите… Ну, здесь у нас был не совсем честный пример. Мы все-таки чаще будем тестировать УПО. И есть такие особенности УПО, которых нет в реальных объектах. Ну, например, что? Надежность есть, эффективность. Ну, в частности, эффективность. Как вы знаете, веб-сайты должны грузиться быстро, иначе пользователи с них уходят. Слышали? Да. 5 секунд. Ну, я слышал в цикл 3 секунды, но я думаю, где-то есть сценарий. Как вы считаете? Может быть, это одна тема, которая описывает, как долго должна закругаться эта страница? Или ли тестирование, которое выявляет, долго или недолго будет? Нагрузочная. Нагрузочная. Нагрузочная, а еще точнее… Нагрузочная. Нагрузочная. А еще точнее… Что-то я… Время-ротер. 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 Ну да, по-близски. По перформанс-тестам есть такой термин. Он очень близко находится к нагрузочной. Короче, ВПО мы тестируем по разным аспектам. Часть из этих аспектов – функциональное тестирование. Наш курс будет покрывать только функциональное тестирование. Но чтобы вы понимали, качество строится не только из функционального тестирования, но вот из таких атрибутов. Удобство использования. Может кто-то знает английский термин? Юзабилит. Юзабилит. Отлично. Удобство сопровождения. Мейнтенобилити. Ну, короче, вспомните, что оно есть. Дальше в слайдах я выложил. Надежность использования. Эффективность. И еще портированность. Давайте, портированность вообще легкие атрибуты. Если вы говорите, что ваше ПО должно быть портированным, что вы ожидаете? Устройство. Еще раз. Хорошо подражаться на разных типах устройств и присутствующих систем. Да, да. Ну, скажем, что какое-то приложение портируемое. Если оно запускается на Windows и Windows, то внимательно, да? На чем надо запускаться? Вы будете спрашивать у вашего бизнес-аналитика. И только основываясь на конкретных требованиях, тестировать. Тестировать на соответствии. Запускается на Windows и на Windows. Давайте, если про Роксайд поговорим. В чем будет заключаться портированность? Разные правила. Разные правила. Отлично. Тут чуть-чуть понятно или не совсем? Чуть-чуть не понятно. Смотрите, это очень огромные атрибуты, на самом деле. И каждый атрибут можно рассказывать, ну и нужно рассказывать где-то минут по 20. Ну, подумал, у вас есть, на самом деле, отдельная лекция об этом. Пока обзорно, чтобы вы понимали, о чем будете речь. Это, наверное, одна из самых сложных тем для понимания и аспекта. Может быть, кто-то из вас уже знает, в чем разница между QA, QC и тестинг. Давайте, что такое QA? Менеджер. Это когда тестировщик помогает программисту изначально сделать хороший продукт с меньшим качественным банком. Спасибо большое. Quality Assurance включает себя в какой-то мере Quality Control. Потому что Quality Assurance – это, ну, в основном, ты сопровождаешь процесс тестирования. Quality Control – это уже подбор некоторых ретодологик, с помощью которых ты уже контролируешь. Ну, то есть проводишь, как говорят, а Assurance – это развитие тестирования. Ну, уже ближе, но еще лучше. Поле Assurance – это предотвращение. Предотвращение. Чем вы будете манипулировать, предотвращающим? Улучшая качество разработки. Улучшая качество разработки. Как вы будете улучшать качество разработки? Как? Подготовить. Какие ошибки вам лучше подготовить? Подготовить ошибки? Еще, да. Еще глобальнее, надо сказать. Ну, политика компании. То есть изначально строится на определенных условиях, аргументации и преданиях. Вот это вот совсем очень близко может быть диаметром. Давайте сейчас мы будем… Прежде всего хочу обратить внимание, что Quality Assurance – это роль. То есть это не человек, это роль. Точно так же, как Quality Control и Testing – это роли внутри проекта. Могут быть роли внутри проекта, а могут быть роли внутри компании. Например, у нас в компании Quality Assurance – это выделенная роль. Ее занимают несколько человек, и они не работают в коммерческих проектах. Они управляют, собственно, вот этой штукой в рамках всей компании. Ну ладно, давайте смотолируем какой-нибудь процесс, который вам знаком. Ну, например, процесс подготовки к курсовой. Сдача курсового, да? Чтобы сдать курсовую, что вам нужно выполнить? Идею. Тема. Тема, да? То есть получить… Преподаватель. Презид. Давайте. Тема. Откуда взять препод? Ладно. Цель. Тема недостаточно? Тема недостаточно. То есть вам нужна еще мотивация, кроме того, чтобы преподаватель вам сказал «тема». Выделить время для… План состав. Нужен план состав. Хорошо. У вас есть тема, есть план, то есть вы понимаете, как вы будете выполнять эту работу дальше. Начать процесс. Начать процесс. Среда располнения инструментов. Среда литературы. Так, еще раз. Что мне писать сюда? Среда? Литература. Ну, литература. Вам можно узнать… Получить материалы, да? По которым вы сможете готовиться. Как вы это делаете? Сами. Гуглите. Гуглите. Короче, вам нужно нарыть материалы. Это может быть преподаватель, да, выдает вам, либо вы сами гуглите там. Так, еще раз. Есть материалы, есть план, тема, дальше что вы делаете? Делайте, да? Делайте. Дальше. Вы приходите к преподавателю, присылаете как черновик. Прислали преподавателю. Он вам что сказал? Он сделал ревью. Он сделал ревью. Ревью и выдал вам фритбэк. Вы получаете фритбэк и с ним что-то там выполняете, чините свой бурсовок. Я так понимаю, что вот этот момент засыпленного, да? Вы чините, отсылаете, пока не на то, да? После того, как все, от лишненька выгляделась в бумажку или как продаете? Компьютерис. Кто как? Папочки, да. Листико. Фритбэк. Дальше, как происходит? Защита. Защита, да? Защита. 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 Сколько у вас? 5 это считается хорошо? 5, да. Защита. Кто может сказать одним словом, что я здесь расписал? Алгоритм. Алгоритм, да. Правильное слово. Наверное, хотел услышать немножко более отходное слово. Еще раз. Короче, я здесь написал процесс. Процесс. Процесс чего? Который описывает, как вы готовите, чтобы основали, да? Давайте теперь мы попутим в роли Quality Assurance попробуем улучшить этот процесс. Как вы считаете, что бы вам помогло сделать все вот это более эффективно? Есть ли вообще что-то, что можно улучшить в этих девяти пунктах? Черткое касается. Да. Получить планы. То есть, могу перенести в базы зрения. То есть, чтобы вы не материалов хотите выдавать и нечего неужели. Чтобы препод изначально рядом с собой сидел и помогал. Чтобы препод изначально рядом с собой сидел Чтобы препод еще разом. Давайте сформулировать. Изначально, с самого начала помогал во всем процессе. Как это сделать? Постоянно идти к нему, постоянно быть в контакте. Постоянно в контакте? То есть, куда ты помог? Он должен быть во всех пунктах. Препод. Мне кажется, это не оптимизирует. Ну давайте вместе. На самом деле, задача была как можно лучше, да? Черт предложил, ну не вопрос, давайте. Ну так будет эффективнее. Если препод, ну стрелочкой полагаешь, он на каждом моменте будет. Я бы допустим, чтобы каждый раз не на систему переделал, он составил список того, что не так, как это у меня. Просто допустим, один зуб плановый план скинул, отлично. То есть, смотрите, мы можем сделать драфт не всего документа, да? Да. Возбить его по пункту. Вот это вообще отличный пункт, и он реализуем с вами. С преподом я сомневаюсь, что будет с вами сидеть. Давайте сделаем ответвление от этого процесса. То есть, будет не пять, а пять один, да? А, что там? Ревью. Ревью. Байкл. Байкл. Сделали одну тему. Ревью, ревью, ревью. То есть, и вы, скорее всего, какой бонус вы получите в этом процессе? В том, что по этапу мы будем понимать, что если мы первую задачу немного не так цены, это значит, что мы базируемся на этой и будем уже дальше делать более, ведь менее ошибки. Совершенно верно. Если вы будете выполнять первый шаг, вам будут отдавать обратную связь, вы будете сразу же чинить его, вы не будете накапливать ошибки. И в конечном итоге может получиться, если вы сразу все выполните, и скажем, в первом шаге у вас неправильно, то остальные десять шагов у вас будет тоже неправильно. В таком подходе мы сможем не делать ошибки изначально, да? В общем, то, что мы сейчас поделали, называется Quality Assurance. Мы улучшили процесс. Процесс чего? Который мы договорились. Подготовки, сдачи, вкусовой работы. То есть каждый раз, когда вас просят, что такое Quality Assurance, вы сможете сказать, что? Улучшение ЛН2 действий. Процесс на работе. Сопровождение в процессе. Да, да. На самом деле, прежде всего, это либо человек-прибороль, а роль может быть не проектная роль, а может быть роль компании. Размер курсовой, если аноналика, это может быть, это разлом по голове не нужна. Еще раз. Размер курсовой не учитывается. Если аноналика, это это итерационное наблюдение может быть не нуждаться. Может быть не нуждаться. Если аноналика, то зачем, в данном случае, страции, играть? Да, скорее всего. Возможно, это будет не заставить Серебряная Акуля, да? Нам нужен был пример, чтобы потренироваться, чтобы объяснить вам, что такое Quality Assurance. Еще раз. Quality Assurance, можно сказать, что это роль, которая ответственна за улучшение процесса. То есть, когда вы улучшали этот процесс, вы побыли в роли Quality Assurance. Может быть такое, что один человек занимает и Quality Assurance, и Quality Control. То есть, когда мы говорим о человеке, мы подозреваем, что он может быть, в принципе, на каждой роли. и вот эти слайды отображают, объясняют именно воли, а не человека. Угу. Что такое роль, все понимают? Отлично. Так. Quality Control. Что? За что ответственно данная роль? Арианна, за сколько у тебя ошибаться, боитесь? Угу. 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 Еще раз. Угу. Я почти уловил, но сейчас. Угу. 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 с которыми мы будем анализировать нашу процедуру работу? Так, частично да. Но еще что-то? Создание требований. Для того, чтобы создавать требования, существует отдельный образ проекта. Называется бизнес-аналитика. Можете прямо уже запоминать. Чем может заниматься еще кроме создания критериев качества? На самом деле действительно. Тороль подразумевает создание критериев качества. Что-то еще. Контроль. Контроль. Хорошо. То есть вам написали какой-то код программисты. Вы его проверили, проконтролировали, выдали информацию о каком он качестве. Сказали, хорошее или плохое. Да. Еще что-то. Может поэтапно настроить каждый этап. Как выполнять это уже деталь на самом деле реализация. Как выполнять соответственные владельцы? Самогольд подразумевает то, как вы будете выполнять это. А сейчас вопрос стоит, что нужно сделать. Кроме того, чтобы проверить качество. Поиск ошибок хорошо, но еще рано. Создание документации. Создание документации. Отлично. Соответствие заказов. Что там с заказом? Соответствие тому, что наказывали и только не получается. Ну да. Будем считать, что проверка качества есть. Короче, это роли еще планируют, как вы будете тестировать. Когда у вас приходит... Смотрите, как начинается разработка. У вас приходит какой-то ТЗ. Вот точно так же, как у вас есть тема просто. Больше ничего нет. В коммерческой разработке приходят требования от бизнес-аналитика. И тут есть такие пацанчики, тестеры. Давайте. Очень большое заблуждение, когда пишут QA. Вы только сталкивались, если гуглили объявления о работе, везде пишут там QA. Теперь вы понимаете, что на самом деле они ищут не QA. QA это человек, который занимается процессом. И так получается, что не все несут свои наши лекции, из тех, кто постит эти объявления. И они пишут QA, потому что им так проще. То есть, когда вы ищете работу, можно смело использовать этот термик. Когда вы проходите собеседование, вы должны объяснить, что это не тестер, это человек, занимающийся процессом. Пришли требования. Когда разработчики начали писать подход. Тестеры в этот момент не скучают. Они готовят документацию. Документацию, они будут отражать то, как вы считаете. Как они будут тестировать. Совершенно верно. Как они будут тестировать. У меня нечего добавить. Они придумали документацию. Они придумали план, как они будут тестировать. Дальше они их протестировали. Дальше они собрали отчеты и проэнерзировали отчеты. Вот эта вся активность отрывается в этом большом, в среднем круге. Здесь отображено кругами. Может быть неправильно сложится впечатление, что это одно-другое входит. На самом деле, зачем это нужно было? Было, что все было у нас. Сейчас мы можем. Мы говорим, что вы выполняете тестирование. Так вот, что вы делаете? Как вы считаете? Как вы считаете? Кликайте там кнопочки. Надо протестировать. Непосредственно выполняете тест-экзекьюшн. Этот термин тоже можно запоминовать. То есть здесь идет тест-планинг. В рамках тестирования только тест-экзекьюшн, подготовка отчета. Quality Control уже анализирует эти отчеты и делает какие-то выборы. Какие типичные цели тестирования вы видите? Умереть ошибки. Умереть ошибки, хорошо. Уменьшить количество и привести результат. Второй тезис пока не понял слишком конкретно. Давайте короткий тезис. Улучшить качество. Взять тестирование. Улучшить. Смотрите, тут-тут. Запоставить ожидаемое. То, что вы должны получить. Давайте по порядку. Пока я не забыл комментарий. Пусть помните. Тестирование. Тестирование никаким образом не улучшает качество продукта. Как это непечально звучит? Почему так? Кто может объяснить? Нормально. Почему это? Оно проверяет, соответствует оно требования? Совершенно верно. Вы просто даете информацию. Когда вы тестируете, вы взяли продукт, протестировали, сказали, что он соответствует требованиям на 30%. Но продукт не стал лучше при этом. Просто у вас появилась информация. А когда продукт станет лучше? Когда его доработают, починят эти 70% остатки. Только тогда действительно вы улучшите качество продукта. Понятно, почему тезис не подходит? Ну, я и Johnson хотел сказать, чтобы он будет подходить тот задат. Давайте еще, типичная цель. Т steel и tenir ошибки раньше пользоваться. Еще раз. Те шестирование, найти ошибки, раньше пользоваться. Нет. Ну, хорошо, да. Информация о состоянии готовности продукта. Информация о состоянии готовности продукта. Это хорошая цель спirlerания. Кому может быть нужна эта информация? Закончить. Отлично. Еще цель. Давайте последнюю. У меня больше не стоит. Научить зарплату. Да. Вы получите зарплату, даже если не будете достигать. Да, бывает такая цель тестирования, чтобы продемонстрировать заинтересованным лицам то, что ваш продукт является работоспособным. Это честная цель, на самом деле. То есть вы тестироваете ровно для того, чтобы продемонстрировать, что у вас работает. Точнее, что работает. Следующая цель, можно сказать, что это поиск бара. Поиск ситуации, когда не работает. Чаще всего люди эту цель выявляют. Разными словами, но суть остается тоже. Стоимость разработки снизить. Кто может эту графику пояснить? Чем раньше будет найдена ошибка, тем меньше компаний подразделить. Совершенно верно. Почему так? Потому что вы используете ингредиентские программы? Нет, потому что если найдут пользователя ошибку, то они могут посчитать откуда-то. Потому что лекция первой разработки. И правильная цель включения, то он будет пользоваться и ездить. Да, хорошо. Давайте я чуть-чуть разойду, буквально. Предположим, первый шаг нашей разработки. Самый первый шаг нашей разработки что будет? Входа, можно сказать, в то, что вообще все понеслось. Анализ требований. Да, анализ требований. Давайте регулярно напишу. Анализ требований. Аналитик составляет требование, какой-то там документ, неважно в каком формате, что он умеет делать ваш продукт. Вы анализируете, тестируете. Если вы... Давайте в порядок. Предположим, у вас есть требование, которое неправильно, с багом. Вы не выявили. Например, временная шкала. Аналитик поработал, скажем, один час. Потратил один час. Время сюда прошло. Дальше тестировщик поработал... Давайте пока без тестировщика. Может, как-то из тестировщика добавить? Дерелок запрономировал. Правильно ли? Да. На самом деле, тут вообще все не так. Вначале есть любые люди, как архитектор. Кто знает, что про архитектор? Они проектируют. Проектируют что? Структуру. Структуру, вообще вся система, да? Как она будет выглядеть? Структуру. Архитектор придумал планы. Вот эти люди вообще самые дорогие, на самом деле. Самые крупные. У них там 10 вкуса нет опыта у всех. И они стоят там 5 тысяч вкуса. На самом деле, у них сейчас работает, может быть маленькая команда. Они спланировали, да? Решили, как все будет классно. Дальше пришел девелокер. Он реализовал эти требования. Написал программный код. Программный код скоперировался. Выдал вам там ватморду или что вы там пишете. А еще тестировщики. По-хорошему, тут пришли сначала QA и QC. Они спланировали это все. Написали тест кейсы. Потом пришли тестировщики. Они сделали тест экзекьюшн. То есть в QC они просто описали то, как будет тестироваться. А тестировщики непосредственно взяли и протестировали. Открыли формочки, залогинились там и так далее. Выявили они баг. Предположим, на этом этапе. Предположим, мы еще не ушли в продакшн, еще нет юзеров. Мы начинаем откатывать назад. На каждую шаг назад. Есть баг. Что с ним делать? Думаю, тестировали вот эти люди. Они его проанализировали, кинули эти люди. Они проанализировали, сказали, я ничего не знаю, нам сказал вот это. Этот человек посмотрел, сказал, не знаю, как пришел аналитик. Пришли сюда, аналитик посмотрел, написал вопрос заказчику. Заказчику, заказчику сказал, все правильно, это баг надо чинить. В итоге, что мы имеем? Мы потратили время всей команды. Мы потратили время на планирование, разработку, подготовку теста, выполнение теста. Что нам нужно сделать? Нам нужно перепроектировать нашу систему. Препроектировать, починить код, написать новую документацию, заново выпустить, протестировать. То есть он тут вообще гонокоррессионаловат. Что мы можем сделать? Мы можем внедрить вот этих вот базанчиков. На этом этапе они тестируют требования, выявляют ошибку и тем самым экономят время всей команды. Если продолжить это, то выйдет так, что мы пошли в релиз, пользователи начали использовать наш продукт, они недовольны. Мы теряем репутацию, теряем клиента. Здесь идет, когда расставишь. Получается, чем раньше мы... То есть здесь правильно сказали, чем раньше тем лучше, но почему чем раньше тем лучше? Потому что вот так вот у нас это лучше. Вопросы по этому. Есть такое понятие, как стресс, состояние образующего. В любой момент времени вам нужно прийти заказчик и спросить. Ну не заказчик, а то бы к менеджеру. Может спросить, как вообще, что происходит. А то бы не готовы. Чаще всего на этот вопрос отвечают тимлиды. Тимлиды собирают информацию с обычных тестировщиков. И основываясь на понимании состояния продукта, врачи, висковых менеджер планируют, когда можно выйти на рынок. Когда можно делать анонсы, когда подключать на нас медиа и так далее. То есть имея информацию о состоянии продукта на сейчас, вы можете планировать, что будет потом. То есть это такая хорошая цель. Процесс тестирования. Ну, думаю, в последнем мы рассмотрим и будем посморачивать. А, ну, в принципе, я уже частично рассказал об этом. Каждый раз, когда всё начинается, к нам приходят требования. Не имея требования, старайтесь, ну, не знаю, если возможно, старайтесь получать требования на любом способе. Это могут быть формальные требования остановить. Это может быть, что вы написали письмо и спросили разработчика дальше-дальше по цепочке. Как надо. Всё равно, даже если нет формального аналитика в вашем проекте, у нас в компании такого не бывает, но вдруг вы где-то столкнетесь, что у вас компания без объекта. Всё равно кто-то должен знать, что вы разрабатывали. Можете считать этого человека правной точкой. Выяснять требования, как должно вести себе ПВО, которое вы разрабатывали. Имея требования, вы делаете планирование. То есть требования – это что должно делать ваша система. Данный процесс описывает только в рамках тестирования. Это не полный процесс разработки. Данный блок говорит о том, что вы будете планировать тестирование. То есть какие виды тестирования выполнять, когда их выполнять, на каком окружении, на каких платформах, какие мощности вам нужны. Нужен ли там Amazon или вы можете сделать это в Macargo и так далее. Основой основного планирования вы будете… То есть по факту из этого блока у вас выйдет тест-план какой-то момент. Дальше идёт разработка тестов. Что такое тест-тест? Знаете? Тест-план не случайно. Ну да, что это? Инструкция, по которой буду тестировать. Совершенно верно. Это инструкция, по которой будет тестироваться, и в которой описано, как вы поймёте, пройден тест или не пройден, что самое главное. Здесь написано, что шаги, которые вам нужно сделать, и как понять, что тест пройден или не пройден. Совершенно верно. То есть команда тестировщиков составляет эти тесты. Дальше вам попадает блог. Пока вот эти два блога происходят, в это время девелоперы программировали. Они запрограммировали вам какой-то чёрный ящик, кинули, и вы начинаете его тестировать. Фактически вы начинаете тест экзекьюшн. Для тест экзекьюшн вам нужно план, чтобы вы знали, когда его нужно начинать. И тест кейсы, чтобы вы знали, как выполнять данное тестирование. То есть тест экзекьюшн, можно сказать, что это немножко обезьянная работа. То есть вы просто берёте и выполняете инструкцию. По результату выполнения этих инструкций у вас получится тест рекорд. То есть протестировали то, сколько там ошибок, готовность продукта столько там процентов. Мы создали тест рекорд. Дальше происходит анализ. Для чего анализ может быть нужен? Кто его планирует? Ну, за строчкой компонентами вы что-то сказали. Все плавно, ничего не работает. 10% обработает функционалы, которые мы реализим через неделю. Ну, PC выполняем, да. Да, PC выполняем. Как он это делает? Какая информация внутри репорта может быть полезна? Какой объём коза протестировали функционалицы? Какой объём функционалицы протестировали? Да, хорошая ошибка. То есть одно дело, что он протестирует только часть, с другой мы протестируем и всё, да. Что ещё там? Количество чего? Ошибок сразу для изменений. Совершенно верно. То есть может быть такое, что у вас все тест кейсы красные, то есть не пройденные, но ошибки вы нашли какие-то бесначительные. А может быть такое, что у вас на каждой тест кейсе есть какой-то блокер, который мешает в принципе работать вашей системе. Ну, пожалуй, это самое основное. То есть знать, что не работает и насколько плохо она работает. Насколько вреда нам приносит конечно отбор. Дальше умные дядьки анализируют эту штуку и строят дальнейший план по разработке. То есть они либо будут чинить эту всю красоту, либо если и так сойдёт, они могут загрязнить много дальше. Давайте теперь повторим из этих трёх терминов. QC тестим. И что там ещё было? 3. 3. Квартизация у нас, да? Какая роль возьмёт себе какие квадратики и стрелочки? Давайте с самого низа пойдём. Что возьмёт себе тестинг? Тест execution, да? Что ещё? Кроме теста execution, что ещё? Презультат. То есть мы потестировали, вы должны выдать результаты того, что вы потестировали. Ну, иначе, в общем-то, с этим нельзя работать, потому что вы сами сами потестируете. Хм? QC, чем ты занималась? Разработка, то. Планирование, разработка, анализ, да? Ну да, да. Планирование, план протестирования, разработка… Короче, все остальные вопросы, кроме того, что входит в нашу систему изменений. Чем занимается QC, он занимаясь чтением? Почему бы не анализом результата? Кто может ответить на вопрос, почему не анализом результата? Потому что коллективно занимается улучшением процесса или создания проекта. А результат никак не относится к процессу? Результат никак не относится к процессу, да? Улучшает планирование, это планирование. Да. Но это был ответ на вопрос, почему не произошло. Потому что коллективно с элементарным может быть не в проекте. То есть это может быть внешний человек, который что-то делает, что вы сейчас ответите, но ему вообще результаты вашего тестирования по барабану. Он даже не знает функциональность вашего проекта. Что он делает в этой схеме? Рисует эту схему. Рисует эту схему совершенно верно. Ну, наверное, пожалуй, не всё на сейчас, кажется. Да, ну, больше не успели, а ну всё. Так. На таре у вас вышли линк на Google Box. Вы заходите туда. То же самое будет описано словами, как презентовать результаты. Короче, изучите все там две или три закладки в Google Box, изучите их в бумаге. Кроме этого, да, те, кто будет выполнять домашнее задание, будет в Google Box такая закладочка «Progress». Вы вписываете себя по порядку, имя, фамилию. Ну, в свободном режиме, у всех будет там наредактировано. Коллект, пожалуйста, не удаляйте. Просто добавляйте себя ниже, ниже, ниже. Хорошо? То есть каждый из тебя подобавляйте в первую колонку. Вторая колонка будет «Homework 0». И в этой колоночке вы будете отмечать зелёненьким, когда сделаете это ваше задание, то что начнёте его на большее. Если мы его проверим или когда мы его проверим, я не помню там с цветами. Короче, там есть описание, какой цвет когда нужно использовать. Один из цветов вы маркируете тем, что вы сделали домашнее задание. Скорее всего, жёлтый. Наверное, жёлтый. Когда мы проверяем ваше домашнее задание, если нет претензий, мы ставим зелёный. Считается, что вы выкладывали в предатель зелёный. Если есть что-то, что хотелось бы, чтобы вы улучшили, мы ставим оранжевеньким комментарий вам в почте отсюда. Все домашние работы вы выучивёте строго через почту в теме письма HVHOMBORD номер 1. А вот эти штуки будут стоять фильтры. Если вы этого не пишете, вы их не получаете. Для каждой новой домашки у вас будет отдельное письмо. ХVHOMBORD номер 1. ХVHOMBORD номер 1. Через неделю Маша сделает ХVHOMBORD номер 1. Если у нас будет комментарий к Маше, мы сделаем реплай на это письмо и будем общаться в жамках данной домашки, который требует тона. То есть если будет что-то съезжать, но у вас просто нет реплайна с этим интересоваться. Ваша сфамилия, конечно. Так, с домашкой не определились. Так, конкретно что делать? Вам нужно собрать mind map, что такое mind map? А вам чего? Mind map. Хорошо, что такое mind map по обулетелям терапии? Как они говорят? Как они говорят? Что тут скажут? Mind map тестирование код объекта. Сейчас вы сами выберите объект. Стандаши. Так, правда, банально уже было. Давайте посложим. Объект. Тетрадки. Кошелёк. 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 Давайте кошелёк. Значит, тестируем кошелёк. Как будут выглядеть ваши тесты? В центре входят ваши объекты. Желательно, чтобы выставили картинку вашего объекта, чтобы мы видели, какой именно кошелёк мы тестировали. Дальше у вас будут чайлд нодами ваши тесты. Желаете ваши? Давайте пока делайте, как получается. А потом я расскажу, как надо. Может, что-то сделать уже сразу надо, и возьмём, что, в общем-то, ему будет интересно здесь услышать. Короче, тестируйте настолько хорошо, насколько вы умеете. Количество тестов, ну, не знаю, давайте не больше десяти. То есть десять тех тестов, которые вы считаете прямо обязательными. Вы вообще или на каждую категорию тестируете? Которые можно придумать? То есть в будущем? В будущем. Кошелёк. Кошелёк. Все тестируют кошелёк 1-3-3.